Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Вчера я после спортзала приготовила себе вот такие бутерброды. Они с сыром, со сметанкой и сверху здесь рыбка и зелень. Мне они настолько понравились, что я решила даже снять мукбанк. Здесь у нас курасанчики. Это, кстати, будет мой завтрак. Я очень старалась, передвигала столы. И вот такой вот задний план у меня получился, которого совершенно не видно. Либо я должна вот так вот сидеть, чтобы вам было видно задний план. Либо его просто не видно. Я просто экспериментирую, стараюсь думать, как можно, что можно сделать. А вы пишите обязательно в комментариях, удачный ли вариант с таким задним планом. В принципе, на телевизоре можно поставить все, что угодно назад. Мне почему-то этот огонь, камин, нравится больше всего, но его не видно. Как будто я в огне, что-то такое. Дальше здесь блины, которые я приготовила сама сегодня с утра. Испекла быстренько-быстренько. И они очень даже красивые получились. Рецепт обязательно будет внизу. Обязательно переходите. А у меня прям слюнки текут. И давайте приступим. У меня все тело болит. Последнюю тренировку. Я просто выжила из себя максимум. Прям, знаете, очень старалась. И у меня прям все тело болит. И у меня болят именно те мышцы, которые должны на самом деле болеть. Столько видео в интернете. И по упражнениям. И по правильному питанию. И что нужно исключить. Перейти прям полностью на правильное питание у меня. Если честно, она вряд ли получится. Потому что я не могу. Я люблю вкусно покушать. Но в какой-то степени. Надо больше употреблять белковые пищи. Вкусно. Короче, я стараюсь выкладываться. Вы знаете, раньше, когда я ходила в спортзал, я прям жутко себя заставляла. Мне не хотелось идти. Я прям вынуждала себя. А сейчас наоборот. После спорта у меня такое чувство легкости. Как бы это странно, глупо не звучало. Но я иду после спорта. Не накрашенная, усталая, грязная. И я себя просто обожаю в этот момент. Хотя раньше я ходила спорваной. И так даже было веселее, понятное дело, чем одной ходить. Но сейчас это совершенно другое. Сейчас я как-то более осознанно подошла к этому. Поставила перед собой цель. Что я хочу более подтянутую фигуру. Еще плюс там в тиктоке наткнулась на видео девчонок. Результаты. Они себя снимали до. Там сзади попа. Как у них выглядит до. И потом через полгода. И там вообще супер прям эффект. Я тоже засняла себя до. Не уверена, что у меня будет такой же результат, как и у этих девчонок. Но все равно стараться надо. В любом случае тело будет более подтянутым. Даже если я не добьюсь каких-то невероятных просто результатов. Потому что у меня сидячий образ жизни. Я сижу часами просто рисую бумажные сюрпризы. Потом часами сижу это все дело монтирую. Все это вот в таком вот виде. Особо реально никуда не хожу. Одно время я хотела записаться на танцы. Но потом что-то передумала. Я думаю, лучше всего спортзал. Танцы я хотела по большей степени для того, чтобы обвести каких-то новых подружек, познакомиться с кем-то, с кем-то общаться. Конечно, это, наверное, звучит как-то глупо. А человеку, у которого столько подписчиков, не столько девочек пишут в директ, что давай общаться, давай дружить и так далее. Ну, мне кажется, сложно начать общаться с человеком, которого ты абсолютно не знаешь. Не знаешь в том плане. Не знаю, например, у тебя вот в классе, например, 15 девочек. И среди них ты выбираешь ту, которая по характеру как-то похожа тебе. Похожа на тебя. А так чисто с подписчицей общаться, которую ты совершенно не знаешь. Но, в принципе, можно подружиться, наверное. Но мне кажется, это гораздо сложнее, чем... Просто незнакомый человек с улицы. В общем, на танцы я хотела пойти по большей части для общения. Но если у вас в голове есть мысль, ходить в зал или нет, однозначно начните. Это реально очень круто. Даже вот эти ощущения, что у тебя мышцы болят, ты понимаешь. Что-то отлично позанималась. Я занимаюсь без тренера. Хотя тренер там есть, причем хорошие. Я уже как бы концепцию этого всего поняла. Я занималась два месяца с тренером. И мы делали плюс-минус одно и то же. Просто увеличивали нагрузки. Поэтому это все я могу сделать и самостоятельно. Когда тренер, мне надо ходить в определенные дни, в определенные часы. Это раз. Во-вторых, это дополнительная оплата. И в-третьих, если я хочу сочковать, то есть если я хочу, например, не делать какие-то упражнения, обмануть тренера, я легко это могу сделать. Потому что тренер тебе говорит, сделай вот эти упражнения и сам отходит. Например. Я могу это сделать, например, два подхода, а не три, как сказал тренер. А когда я одна, у меня как бы срабатывает самоконтроль. У меня тоже самое связано и с домашними какими-то делами. Когда мама дома, мне вообще ничего не хочется делать по дому. А как мамы нету, так и приготовить что-то хочется, и убраться где-то. Я просто понимаю, что кроме меня это никто не сделает, никто меня не проконтролирует. То есть мне как-то удобнее самой себя организовывать. Поэтому как-то так. Здесь внутри джем. По идее, это все нужно исключить. Но пока я к этому не готова. Я не знаю, как социальные сети чувствуют это все. Ну, как только я начала активно заниматься спортом, вся моя лента в ТикТоке связана с упражнениями, с правильным питанием, с результатом других девушек, с мотивационными какими-то видео. Я не знаю, как это происходит. И только ли у меня так. Ну, когда мне грустно, у меня выходят какие-то пессимистические песни, какие-то статусы и так далее. А когда у меня все хорошо, например, наоборот, выходят видео, которые связаны с какими-то моментами в моей жизни. Как это происходит, и как алгоритмы, например, ТикТока понимают, что у меня происходит, я немножко не понимаю. На меня сейчас прям вся лента в этом. Купила орешки. Купила киш-миш. Буду с ним пить чай. Вчера там гречку немного отварила. Кусочек рыбки. На пару приготовила. Я вот кушаю, я понимаю, что реально не хватает майонеза или сырного соуса. Вот мы настолько привыкли ко всему этому вредному. Я понимаю, что... Если я резко прям все исключу из своей жизни, все самое любимое, дорогое, родное, то жизнь мне покажется очень пресная, скудная, невкусная. Поэтому я как бы стараюсь больше кушать белковой еды, но все-таки на 100% исключать то, что я люблю, я не могу себе это позволить. Ну, по крайней мере, на нынешнем этапе. Вчера поехала на спорт на своей машине, приехала обратно, и во дворе нет места, куда ее можно припарковать. Это прям ужас. А после спорта я такая усталая, мне проще приехать на машине, чем приехать пешком. В принципе, расстояние не очень большое, я не могу и пешком дойти. Ну, там минут 20 ходьбы пешком. Когда я иду туда, для меня это как разминка, почему нет. Но обратно уже я устала, и мне хочется на машине приехать. Но проблема с паркингом, надеюсь, что в скором времени она решится. Я бы хотела место в гараже, потому что в гараже места есть. Надеюсь, кто-то продаст машину или переедет. У меня будет свое местечко, куда я могу в любое время суток приехать и оставить машину. Просто с каждым днем машин становится у нас во дворе все больше и больше, все больше и больше. Двор небольшой, пять зданий стоят, вообще места нету. Где вот моя квартира, которую я купила. Там просто подземный огромный просто паркинг. И даже там детская площадка огромная. И под детской площадкой там машина и двухэтажный паркинг. Это экономит место. Поэтому даже если ты ночью приедешь, ты и во дворе можешь остановить машину. А здесь у нас вообще есть места. Дело в том, что когда строили здание, их построили как-то неправильно. Поэтому машина не может заехать под этот паркинг. Видимо, архитектор был очень квалифицированный специалист в своей области. Так построил, что машины не могут заехать. Хорошо, что люди в домах помещаются и то хлеб. И вот по идее, раньше казалось мелочь, но сейчас я чуть не купила одну квартиру. Которая мне очень нравилась. И мы все уже договорились и по цене. И все нас устраивало. И все было хорошо. Я вам рассказывала давно это было. В прошлом году. И вот потом я решила немножко поинтересоваться у коменданта. Как здесь обстоят дела. Есть ли подземная парковка. А двора там вообще нет. От слова совсем. И мне комендант. Такой выдает. Все, конечно, говорили замечательно. Единственный момент, о котором я обязательно должен вас уведомить. Это то, что ваша парковка куплена. Я говорю, в смысле? Один какой-то богатый человек решил сделать себе склад из этой парковки. Поэтому у вашего блока подземного паркинга нет. Услышав это, у меня такой. Интересно. А куда девать машину всему этому блоку? Вообще, я считаю, что человек, который продает одному человеку под склад всю парковку одного блока, у него у самого чуть-чуть не хватает. Я поела, наелась. Путерброды были обалденно вкусные. Блинчиков тоже здесь много было. Осталось всего три блина. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите ваше мнение по поводу заднего плана. Как вам? Если вам вообще его видно. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.